Итак, всем привет, с вами Дубга, продолжаем играть в World of Legends за США. Как и обещал, я посмотрю, что в Германии, вот здесь вот находится. Мы её начали бомбить в прошлой серии, и неплохо так уже побомбили. Было, по-моему, 5% здесь, 9% здесь, соответственно, 2% гражданской разбомбили и 5% военной. И это только начало, мы только начали нашу, так сказать, кампанию. Давайте посмотрим, насколько она эффективна. Во-первых, здесь куча всего повреждённого, я так понимаю, ещё, наверное, британцами. Да, скорее всего, ещё британцы тоже бомбят, но они, скорее всего, бомбят, видимо, неразборчиво. Дальше, а вот это уже начинаются наши удары, и я вам скажу, ну да, солидно. Выбомбливаются солидные куски немецкой промышленности. Вот это где? Непонятно, восточный район должен быть где-то здесь, но не показывается почему-то. В общем-то, я бы сказал, что очень эффективно. И знаете, что ещё? Мы, наверное, должны бомбить, о чём не стоит забывать. Вот эти прекрасные домики тоже Германии нужны, потому что у Германии с резиной проблемы. Это не обновлённая, скорее всего, цифра. Здесь, когда загружаешься в игру, сразу цифры не те. И с топливом тоже у них некоторые проблемы. У них вон на 100 дней хватает топлива. Как бы я полагаю, что можно побомбить и эти домики, и от этого будет смысл. Здесь у них фронт стоит. Я, кстати, не уверен почему. Здесь кажется, как будто если нажать вот так, давайте проверим. А, ладно, нет, слушайте. Ишка всё-таки что-то понимает. Если нажать вот так, то он не сможет пробиться. Блин, неужели немец реально так просто может застрять в Советском Союзе? Как будто да. Да, я сейчас вернусь, так сказать, на свою страну, на сейв. Просто было это любопытно. Производство у них, как обычно, отличное. Запасы всегда у ботов здесь есть. Может, у них здесь 5000% вот здесь. Я не бот с паузы снял, поэтому это всё сбросилось. В общем-то, вот, у меня 30% вот эти вот бонусы, всё как обычно. Но, видимо, они уже остановились. Видимо, Советский Союз уже для них слишком силён. В любом случае, пора возвращаться на наши США и планировать, что мы будем делать дальше. И, да, видите, у нас тоже проблемы с ресурсами на старте. Может, они неправильно подсчитываются. И я узнал один невероятный секрет в этом моде. Количество авианосцев в битве эффективных 10. То есть можно стакать их до 10. А в связи с этим я их объединяю. Да, это меняет всё, я бы сказал. Нам нужно было строить, значит, больше авианосцев. И вместе с этим я добавляю теперь ещё два авианосца в постройку. Ну, конечно, достроится не скоро. Сколько годик надо будет на эти ещё два ВАСПа. Этот Эссекс, кстати говоря... А почему я заказал не Эссекс? Потому что он снизу. Ага. Окей. Вообще, вообще... Вообще, у вас по-подешевле. Лучше их уже. Этот мой вряд ли успеем достроить вовремя. Так вот. Кс. говоря, они достроятся в августе. Дебаф наш на торпеды пройдёт в апреле. То есть, ну, не сильно далеко. Нашло, сейчас будем тоже преобразовывать. Здесь я адмиралов поставил, где надо было. То есть, вот здесь вот я и выставил. Вот здесь вот я и выставил. И, видимо, надо ещё вот сюда поставить тоже. И будем мы уже готовиться к действиям здесь. Поехали. Я ещё заметил, у меня здесь... От этих самолётов всё ещё стояло только днём выполнять операцию. Вообще, на них стоит всегда. Странно, что если я перекли... Переходишь в фокус, то остаётся только днём. Но вот. Я чувствую, мы сейчас за счёт этого ещё побольше будем бомбить Германию. И, как я и сказал, давайте сделаем... Чуть получше. Вот так, я думаю. Имеет смысла даже, наверное, вот этого нет. Но вот всю промышленность, все их ресурсы... Я думаю, да. Стоит выбомбить. Поехали. Уф, Германия. Можно сказать, пока своей всей промышленности. А тем временем у меня тут ещё, оказывается, появились некоторые стратегии. Давайте их тоже сюда же. Да, а теперь вот так повторим по всем точкам. Да, ещё я доктринку взял на плюс 10%. У нас ещё не было вот этого, оказывается. Хотя мне казалось, что я уже взял. Странно. Можно ещё взять вот эти плюс 10%, но я думаю, всё-таки радиус чётки... Всё-таки чуть пополезнее будет, да? Потому что мы потом ещё, может, здесь попомбим. Ещё что-то посмотрим. Ой, оказывается, у нас здесь вот битва произошла. Когда наш лот отступал. Любопытно получилось. А нам здесь нужно снабжение? Нет. А можно сделать вот так. Здесь всё будет вроде как нормально. Здесь вот мы вроде вот это победили, но да, видите, дальше было ещё одно сражение, где мы потеряли. Видимо, это были авиаудары. Окей. Странно, что не видно, но окей. Здесь, кстати говоря, в Германии мы продолжаем бомбить. По-жёсткому, я бы сказал, прям продолжаем бомбить. Здесь я сменил регион, потому что, ну, у меня есть ощущение, что здесь мы выбомбили. Хотя, скорее всего, не всё. Но пока что у нас разведка не так всё хорошо видит. Мы её потихоньку качаем, качаем. Можно, конечно, ещё дешифровать, тогда станет всё несколько получше у нас. Но всё равно, всё равно. Ещё пока не скоро мы сможем видеть прям, что как мы выбомбили. А с ней уже, когда разведка полноценная появится, мы уже видим, будем видеть всё отлично. Теперь периодически надо переключать всё-таки, я вижу, куда мы бомбим. Германия била войну французскому вот это вот старство Виши. У нас теперь должны быть решения, доступные на руководство союзниками. Да. Нам нужно определённое количество людей на поле боя, тогда мы сможем стать лидером альянса союзники. Да, видите, здесь мы не сможем, но вот здесь вот сможем. Блин, ну это многовато на самом деле. С одной стороны, с другой стороны мы можем просто сделать вот так. Да, резервы, а, ну всё, у нас они не закончились, собственно говоря. Резервы разворачиваем, и становится чуть-чуть у нас получше всё. По тому, сколько нам нужно ещё войск. Опять-таки резервы отправляем вот сюда, я сюда танки уже веду. Вот мои танки под Паттоном. Паттоном. Здесь дообучай ему, дообучай ещё дополнительно Паттоном на будущее. Эти пускай тоже доедут оттуда и обучаются. Ну, точнее, качаются ловлами. И им, обязательно, я думаю, сменить надо вот так. И давайте пока что, наверное, мы им берём там приказ. По одной простой причине, чтобы они не горели. Ну, точнее, чтобы их нельзя было убить за один конвой. Пока они здесь немножко восполнятся. Хотя, ладно, уже восполнились, поехали в Британию. У нас всё продолжает в Филиппинах толпить высадками, но... Здесь у нас всё уже, конечно, отлично. Нас здесь уже точно не пробьют. Надо сделать ещё фокус один на Тихоокеанский рубеж. Потому что в чём дело? Даже, помните, проблемы с морским базами, здесь ничего не застроить. И вот этот вот фокус как раз кидал на морские базы. Нам так не хватало. Видимо, всё это время нужно было просто сделать его. И вот здесь вот я немножко реорганизовал, сделал соточку. Не уверен я, что это то, что нам надо. Но, по крайней мере, смотрите, у нас здесь 20 тяжёлых кораблей. То есть, в этом моде нужно по 4 прикрытия. Да, то есть, ну, это где-то 80 примерно надо, то есть 70. Вообще, кажется, даже надо ещё больше здесь и меньше здесь. Возможно, мы ещё покинем отсюда часть тяжёлых крейсеров, я думаю. О, здесь с вами произошла революция, что ли? Ну да, они взошли в союзники. А здесь у нас со снабжением проблемы начались. Нас из-за этого отпушили назад. Здесь вот этот пункт снабжения почему-то ломается. Точнее, вроде он был нормальный, а потом перестал быть нормальным. Короче говоря, дальше, чем вот здесь, вот мы пройти не сможем. Это раз, два. Вот здесь вот бы нам тоже, на самом деле, начать принимать участие. Да, я думаю, вот так. Как-нибудь вот так. Да, надеюсь, хватит нам на это всё. Снабжение здесь должно хватать. Будем потихоньку пушить. Давайте сразу здесь генерала хорошего дадим. Вот, нет, это пойдёт на танки наши новые. Вот этот пойдёт, в принципе, нет. Нам нужна кавалерия, в идеале. Кавалерии-то и нет, да? Тогда окей, вот этот парень. Потому что на вторые танки у нас пойдут. Пойдёт вот тот человек, который классный был. Эти танки пускай здесь тренятся. Эти ребята здесь тренятся. Эти готовы уже. И с северными корнезиями надо сделать хорошее присутствие в море. Это вот здесь. Сейчас вот прибудет мой флот. И мы начнём наши попытки. 49. Реально. 47. Будем сейчас делать попытки сорваться уже. На острова и отбивать острова. О, и нам это дал, да. Если говоря, разведруком становится Британия. И мы некоторое время не можем стать снова разведруком. Вот это неприятно. Но теперь мы можем сделать, по-моему, операцию торч. Да, сладко думали просто в Америке, чтобы сразу торч-торч. Крайне мере где-то эта кнопка была. А, я так понял, раз уж типа Франция и так войне, да, то мы только уже нажать не можем. Прикольно. О, и мы на самом деле смогли взять всё-таки этот остров. Я обсуждал, ждал высадки, а она уже произошла. А нас... Нам обманывали, что будто мы ещё не закончили. Подготовку. Это ещё не готово. Окей, всё. Мы взяли вот этот остров. Ура. И готовимся к высадке на следующее. Начинаем мы нашу кампанию по отбору японских островов. Здесь, тем временем, очень активно нашло, кстати говоря, точнее, наша авиация здесь работает над вражескими кораблями. В основном это как раз-таки конвои, но и их, собственно говоря, эскорты. И я бы, знаете, что сделал... А, слушайте, это и так уже стоит. Давайте сделаем вот так. Здесь тоже вот так. И пускай они до последнего сражаются, потому что наша авиация здесь работает. Я бы ещё, знаете, что сделал. У нас здесь тяжёлые истребители. Давайте ими сделаем вот так. Ну и должны мы вообще отлично здесь теперь работать. То есть они что-то находят. Там даже если их перехватывают какие-то эсминцы, приходит наша авиация. И эти эсминцы раздалбливают. Параллельно ещё подлодки по ним тоже работают. Мы здесь настолько хорошо всё видим, что... Видим прям японский флот, который здесь находится. То есть мы как только, я думаю, высадимся и захватим эту территорию, сразу же он выйдет из порта. И надо будет с ним сражаться. Мы ещё не прям полностью к этому готовы. Но я бы сказал, мы уже достаточно готовы, чтобы как минимум вот этот бой принять. Мы всё-таки игрим посильнее их намного. Так что нормально будет, я думаю. Главное, чтобы не было никакой ещё поддержки, но вроде неоткуда ей взяться. Так там наш флот очевидно сильнее вот этого соединения. И кстати говоря, знаете что мы уже сделаем? Мы уже переключились. И здесь вот на вот эти плюс 5 объёма тут. На плюс 5 объёма вот тут. Все это, так сказать, самые-самые военные фокусы возьмём. А здесь вроде ничего и нету, да. Ну, в общем-то на этом всё и закончилось. Ещё, кстати говоря, можно страты бомбардировщиков взять вот здесь. Советника. Ну, на этом по водной лодке не сильно интересно. Можно военные облигации выпустить. Типа вот это нужно, но на самом деле у нас есть кнопочка. Нет, а у нас есть Голливуд. Который типа 0,2 стоит. Блин, ну типа... А, мы так просто не можем, но так вот сможем. Окей, нажмём ещё попозже. Это тоже интересно. И здесь вот мы тебе бомбим уже восточную Германию. По 3-4... Ну, 2-4, ладно, домика в день сносим. А Германия, конечно, просто в руины потихоньку превращается. Ну, и так как нас здесь строллят и не дают 1% буквально, надо брать, да. То... Что нам остаётся, кроме как, ну, 200 кораблей не могут 23-36 перебить по... Превосходственному ряду, да. Низкого разведанных. А, вот что, кстати говоря, ещё скрытый баф Японии. У нас всегда будет, мало здесь разведанных. По той простой причине, что там есть фотосодействие, которое дает минус 50%. То есть, ну, перебить я его очень сложно. Ну, и я потихоньку здесь просто пытаюсь выбомбить флот их. Если я хотя бы несколько кораблей снесу, вот типа так, да. То вполне себе потихоньку-потихоньку я этот процентик обратно получу. О, Колобия хочет прийти в союзники. Да, без проблем. Я как бы всегда не против новым союзникам. Кстати говоря, уже по тысячу военных заводов. Да, бесконечность, как говорится, не предел. И да, в итоге мы смогли. 53% у нас. И наш десант отправляется. У нас даже здесь есть поддержка. Вот это вот. Я решил именно их на поддержку. Вот эти будут продолжать патрулирование. И как только этот флот выйдет из порта. Вот он здесь вот находится. Мы его уничтожим. Достаточно успешно, кстати говоря, высадка идет. Сразу у нас, конечно, тут и есть некоторые штрафы. Но вообще нормально. Нет, вот только за прикрытие с моря бафа. Ну ладно. А вот и появился, да? Да, 30%. Приятный. 25 здесь. Минус 2 всего лишь процента здесь за счет авиации. И порт мы берем. Давайте вы сразу, да, возвращайтесь сюда. А вы, я надеюсь, сможете найти мне кораблик. Ну-ка. Во-первых, добиваем вот так. Сразу же, кстати говоря, сразу же готовимся вот так высаживаться. Да. И нет, они не нашли этот флот. К сожалению. Видимо, там обнаружения побольше. Либо, опять-таки, нам не хватает разведки. А японию нереально здесь разведаться. Ой, и мы захватили 50% от Германии. Дешифрование. Прям очень солидно. Мы ее очень скоро до-дешифруем. Еще вот здесь вот докачаем. В принципе, будет нормально. Давайте все-таки попробуем. Знаете что? Да. Пошпионить в Японии. Это опасно. Но, видите, из-за морских сражений и радаров, в принципе, у нас некоторые числа набираются. Так что вполне себе мы сможем это сделать. Я бы сказал, даже морской отдел, скорее всего, мы покачаем. Просто чтобы, ну, раскачать разведанное, видеть, что как происходит. Это очень важно на море, на самом деле. И, кстати говоря, давайте-ка вот так скорость подготовки к отражению. Сразу как они готовы, пускай продолжают атаку. И, смотрите, у нас здесь стояла избирательная служба. Я думаю, пора повысить. Здесь плюс еще 0,5%. Ограниченный призыв сделать. Нам все-таки не хватает уже мейн-пауэра. Ну, мы очень много мобилизируем людей. И вместе с этим, я думаю, мы сейчас вот идем сюда, чтобы разведывать быстрее. Скорее всего, сюда еще выйдем. А потом, потом. Я бы пошел вот сюда сделать десегрегацию. И полностью убрать. Чтобы у нас мейн-пауэр был 0 на максимуме от этих процентов. Я думаю, это нам практически заменит смену одного закона. Смену, конечно. Эти кнопки не забываем тоже нажимать. Они очень солидные. И, конечно же, прекрасно видеть 15 практически стратегических бомбардировщиков, ежедневно производящихся. А потом здесь видеть, как мы бомбливаем Германию, верно? Думаю, деплоим еще то, что у нас есть в запасах наших стратегов. И закидываем их еще и вот сюда тоже. Здесь тоже есть какая-то промышленность. Она, конечно, тоже немножко задамаженная. Но она все еще там есть. Надо ее добивать. Потому что от них заводы идут в Германии. Французские тоже. И будем потихоньку всю Германию подвергать тотальным бомбардировкам. Проценты здесь, конечно, жуткие. Уже почти 30 военных заводов в Германии разрушено. На сигаре тут готовилась интересная выставка и уже почти готова. Вот такая вот. Она занимала подготовку почти 3 месяца. Будем мы сейчас высаживаться в Северную Африку и помогать Британии с запада. Захватывать контроль Северной Африки. А потом, я думаю, эта же армия примерно будет высаживаться, начинать в Италию и здесь какие-то острова занимать. Здесь же у нас уже две танковые армии. Одна механизированная также армия была. Да, есть. Все еще. Кстати говоря, мы уже высадились на очередные острова. Отлично. Эту группу островов мы, можно сказать, заняли. А мы, друзья, делаем уже атомный реактор и следуем. Займемся вот сюда. Да, парочку. Возможно, резину еще заберем, потому что постоянно не хватает. И я все хотел вот сюда выйти, но это мы выйдем, когда будем уже высаживаться. А я думаю, возьмем вот это. Исследуем вот это, дойдем до сюда. Как раз будет ядерный реактор к этому моменту исследовала. Начнем их строить. И начнем исследовать атомные бомбы, я думаю. Где-то в том моменте уже. Это так, тут еще какой-то непонятный ивент. Зутеры. Фашистскими агентами. Короче, я хрен знает, кто это. Ну, давайте, да, запретим их. Здесь сейчас у нас доедут наши ребята на новые острова высаживаться. Эти готовы. Так что давайте переводим. Здесь я пока был момент, поремонтировал немножко их. Давайте вот сюда. Что эти, что эти. И будем надеяться, что мы сможем добиться превосходства, собственно говоря, на море в 50%. Я прям влаживаюсь теперь в морское дело, я думаю. И верим в то, что мы сможем. Какие-то результаты получить и облегчить борьбу на море. Итак, здесь они прибыли. Давайте-ка сделаем вот так. Пускай они с авианосца начнут бомбить по портам. Как немножко выбомбят. Пускай тогда и... Попробует высаживаться наши войска. Ой, мы даже нашли какой-то одинокий японский корабль. Непонятно, что он здесь сделал один. Ну ладно, что-то, значит, делал. Что-то делал, значит, было зачем. И нам этого хватает как раз для 50%. Теперь этот лот я бы, пожалуй, отвел отсюда. Хотя, ну да, да, да. Надо отводить его. Нас японская авиация просто здесь уничтожает. И куда-нибудь на Гавайи, пожалуй, надо снова ремонтироваться. И здесь там так просто не получилось ничего сделать. Там укрепления очень хорошие. Да, этот остров мы так, насколько он, не возьмем, пожалуй. Давайте немножко тогда зачищаемся. Этот лот сейчас починится. И будем думать, что с этим сделать получше. Здесь сделаем выстку. Посмотрим, как получится, не получится. В теории должно получиться. А, ну здесь еще и британцы тоже высаживаются. И не сильно валют за снабжение, потому что здесь очень много пунктов снабжения. В теории должны мы пройти всю Африку, ну, на нормально так. У нас, кстати говоря, новое поколение танков есть. Поэтому делаем 4А2 шерманами. Стоим 10 мы ставим. М18, М9, все говорят, уже устаревает. М18 у нас появляется. Эффективность теряется неплохо так. Но танчики будут, конечно, получше. О, смотрите-ка. Все? Да, все. Чуть даже раньше, чем в апреле. Мы решили полностью проблемы с торпедами. Наша теперь авиация может работать на полную по вражеским кораблям. Так, Боливия тоже еще захотела прийти. Отлично. Сейчас мы доремонтируем этот флот и начнем уже вступать, я думаю, прямые столкновения с японским флотом. Здесь мы высаживаемся, кстати говоря, не слишком прям хорошо. Но сейчас здесь еще до высадится, ребята. Все одна дивизия, так что, ну, нормально. Мы можем потерпеть не самую удачную выездку, так сказать. И при этом не умереть. Да, теперь все есть. Теперь наша армия давайте сейчас еще здесь до высадится. И планируем и начинаем Северную Африку возвращать. А нашу морскую пехоту мы постепенно делали амфибиями. Вот доделали. И теперь у нас потихоньку готовится вон дивизия амфибии. Они будут нам помогать в выставках. О, кстати говоря, Виша они аннексировали, но корабль затопили. Корабль, точнее, все затопили. А, это становится теперь просто Францией, я понял. То есть, ну, в принципе, да, наша выставка примерно со всеми действиями совпала. А судостроительная? Нет, мы не будем делать. А вы собираетесь? Блин, что-то они очень неактивно атакуют. Давайте тогда сделаем вот так. И вот так. Вот так, я думаю, будет все намного активнее. И я так подумал, раз не получилось здесь, давайте вот этими островами займемся. Они выглядят тоже сильными, но, возможно, чуть слабее они будут. А здесь мы сможем сделать вот так. На самом деле, кстати говоря, надо немножко авиации побольше сюда перебросить. Сейчас займемся этим. Слушайте, вот здесь вот все, конечно, уже получше выглядит. Намного. Авиация тоже здесь помогает. И этот остров мы успешно взяли. Кстати говоря, тут еще и радиостанция, радиолокационная база, точнее, очень полезная тоже будет. Ну и можем отсюда продолжить наши выездки вот сюда, я думаю. Вы смотрите, наша природа настолько загрязнилась, что мы начинаем идти в минус по топливу, представляете? В связи с этим я еще один тех решил взять, но как бы с ним точно все станет отлично. О, тайская народная, к сожалению, проиграла там. Наши войска вот здесь вот собирались помочь. А, вот почему. Я понял. А у нас сейчас здесь мы в Бангкок захватим и сможем нормально пропушить их. А здесь, кстати говоря, даже не знаю, они не хотят никто атаковать. Давайте попробуем, чтобы хоть куда-то... Ну, нет, им, видимо, снабжения не хватает. Ладно, сейчас заберем Бангкок. И с Коком там мы уже, ну, здесь будет снабжение, сможем атаковать нормально. И этот остров мы без сопротивления вообще взяли, по ощущениям. Продолжаем сюда. Тихонько будем лишать Японию всех островов в Тихом океане. В принципе, не так-то это и далеко. Таиландская империя, кстати говоря, капнула, видимо, сразу после Бангкока. Да, потеря Кока, конечно, плохо сказывается на морали. Давайте вот это вот все поокружаем и поуничтожаем японские войска. Кстати говоря, тут пока то да сё советую уже, перешли в атаку, причем полноценную. Я чувствую, что да, в Германии, конечно, с 30% военных заводов немножко не хватает производственных мощностей. А мы только добавляем и добавляем наших стратегов на её территорию, так сказать. Ну, да. Да, а почему бы и нет? По-моему, это работает очень эффективно. То есть, как бы, мы вот так вот бомбим их просто, ну, везде. Я предполагаю ещё, что можно вот так сделать. Ну, и как бы да, удача им всё это ремонтировать. Вообще, я думаю, это можно было бы серию подзакончить. Мы уже начали нашу компанию в Японии. Мы в Северной Африке нашу компанию тоже начали. В принципе, почти закончили. Мы буквально в шаге, я бы сказал, от выставки одновременно в Европу, в Италию. При этом борьбы с Японией на море не то, чтобы прям много было. Вот здесь вот мы очень много её выбамбливаем. Я бы сказал, просто жесть, как очень много флота она здесь потеряла, по ощущениям. Острова мы начали уже у неё забирать. Я думаю, в следующей серии мы уже подойдём поближе сюда. Возможно, сможем блокаду под лодками здесь поставить всей её территории. Но, скорее всего, нет, потому что там всё ещё должно оставаться много авиации. Вот. Ну и наш флот уже отправился от торпед. И мы можем начинать искать японский флот где-то здесь, скорее всего. И атаковать его. Вот. Но на этом, как я сказал, серия заканчивается. Ребят, с вами был Допгейм. Похоже, мы Гермонию слишком сильно атаковали. Мы ещё в Советском Союзе тут постепенно всё закидываем и загидываем в снаряжение. Вот. Но это так, приятное, скорее, сверху. Так что подписывайтесь, если вы ещё вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. В группе в Дискорде тоже в описании. Вступайте обязательно. И до скорых встреч. Пока.